Доброго всем времени суток. Может что-то делаешь в моем доме? Ты охренел? Пришел и ушел. Молодец. Доброго времени суток. С вами Тексер, средневековая династия. Игрушка в высшей степени приятная, но что-то играю я в нее с таким уже налетом дезертирства, склонностей к дезертирству, потому что, блин, тупик. Просто тупик. Я не могу брать новых людей. Без новых людей мне нет смысла строить новые производственные здания. Без новых производственных зданий мне остается только сидеть и тупо ждать. Тупо ждать очень долго. Да, я могу вот это сделать, задание. И мне дадут репутации династии. Но проблема в том, что на каждого человека нужно по 500, что ли, династии этих очков или что-то в этом духе. Поэтому там немного дадут. Здание могуще 7 построить, с этим все хорошо. Беза с репутацией династии. 29 работников. 60 человек, 29 работников. Охренеть, правда? Так, кто у нас бездельный? Человек детишек бездельный. Еще до второй момент. Вот самому старшему, Вальберту, 6 лет. Как бы он где-то там в начале первых серий был заведен. Это первый родившийся в деревне ребенок. Не скажу, что в первой серии, ну там первой серии 10, может быть, 20 от силы. Ну вот. А тут уже 100 серии, 100 какая-то. То есть 80 серий он растет. А когда он будет работоспособным? Лет 16, наверное, да? То есть еще 10 лет. Ну остальные того позже. Так, ну тут понятно все в декрете. Вот. А во всем, собственно, следующая беда. Беда в том, что каждый сезон состоит из трех дней. Каждый день эта серия. То есть год состоит из 12 серий. То есть еще 10 лет, это 120 серий. Через 120 серий данный юнош наконец-то станет взрослым и пойдет на работу. После этого, да, дети попробуют на работу. При том, что на них не влияет проклятие репутации. Что они не будут из деревни убегать нахрен. То есть еще 120 серий, мне просто ждать, пока он вырастет. Ну вот как-то фу и ай-яй-яй. Такое мне не нравится. Так, хорошо. Ладно. Вернемся к нашим бяжкам. Собственно, что я хочу сделать. Они же пойдут работать и накосят льна. Но у меня нет шерсти. Давайте сейчас пробегусь, посмотрю, что у меня вообще тут происходит. Добыча. Что у тебя? Людей нет. Травников. Не жалко. Ну тоже все хорошо. Производство. То есть еще услуги. В декрете. Сохранилище. Что-то случилось. А, жительница достроена третья. Ну ладно, это не важно. Жительницу я дострою. Тем более, это дубляж вот этого домика. Собственно, не особо-то оно и надо. Ну, по идее. Так. Что в мыслях? В мыслях взять железо. Взять бревен, которых нет. Он, да. И склепать что-то хорошее из этого. Руды аж 26. Ну, давайте я бессовестно заберу всю руду. У меня есть сколько-то бабла, кстати, о птичках. Эй, народ. Разошлись. Молодцы. Сейчас первую бревну пойдут. Прекрасно. В общем, я сейчас наплавлю руды. Наплавлю железо из руды. Нет, я тебя обогнал отчего. Так. 13 литков. Прекрасно. Вообще, тут сундуки, по-моему, бревна были. Вот. И сделаю что-нибудь. Допустим, топором. При этом я своих вроде не разграблю. Соль. При этом своих вроде не ограблю. Там лежит немножко железо. Кузнец пускай охреначит. Так. Ну, надеюсь, первые бревна уже пошли. Мне бревна-то много не надо. Все. Бревну на топор. А на топор надо, по-моему, 30 литров. Какого там духа? Так. Ну, два створа будет. Соль, что я хочу сделать? Я хочу смотаться к пить шерсти. Шерсть, шерстяная ткань, ничего такого. Блин. Ну, ты, конечно, да. И двигайся отсюда, нафиг. Иди, 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 иди. Освободи место. Освободи место. Так. Медные, бронзовые, железные. Топор. У тебя удачно. По четыре. Я мог сделать четыре топора, да? Ладно, двумя обойдусь. Думя обошелся. Слитки ворожу. Так. Так. Продаван у меня пока не работает. Продаван в декрете. Нового я назначить не буду переставлять. Кто-то у меня в обозрении в будущем. Я надеюсь выйдет из декрета и все сможет сделать. Так. Железный след. Отлично. Тут пускай все копят. Я пока возьму ищака и поеду торговать. Ищак и сюда. Так. Седлаз не тянет. Седлаз не тянет. Так. Я поеду в овечью деревню. И там куплю шерсть. Не знаю. Пишите, что думаете по поводу того, стоит продолжать. Не стоит. Потому что тут реально будет тупо ожидание очень долго. Я могу, конечно, ждать за кадром. Но тут нет ускорения времени. Здесь нельзя быстро день промотать. Прямо вот реально долго играет. Но я могу, конечно, ждать за кадром. Не знаю. Какой-нибудь свободный день. Включить на весь день. И периодически подходить к камень персонажа. Ищи хреначи. Не то, что прям делать. Ну, как? А то, получается, мимо вас пройдет. Да, если я ничего не запишу. И дождемся только, когда думаете, типа, вырастет. Ну, такое себе. Тут просто перестало что-то происходить. Ну, да, просто. Я построил почти все здания. Я могу построить все здания. Но их будет некому работать. То есть я могу купить коров. Деньгами все зажимись. И как я открыл рудник, у меня все проблемы с деньгами. Тут уже редко закончилось. Эти рудниками до этого больших проблем не было. А с рудниками вообще проблем никаких не осталось. То есть я в любой момент могу торгануть сливками. А могу торгануть инструментами. Все прекрасно. Проблема может с производительностью у моих людей. И проблемы с тем, что эти люди постоянно уходят в декрет. Сам броши, проблем с ожиданием. Сам броши, проблем с тем, что детей надо будет долго. Потому что у тебя пока есть. Нет, тут как бы реалистично, черт возьми. Да, согласен. Они пока вырастут. Тут долго. Но тут был бы хоть какой-то момент с проматыванием времени. Тогда уж. Пошел. Все. Деревня встала. Деревня не развивается. С ним же надо что-то делать. У меня вроде как бы вся работа закончилась. Я даже сейчас могу построить хижину мужика, который чинит дома. И уж с починки домов не морочится. Ну, у кого-нибудь снять с работы, туда поставить. В конце концов, как-нибудь я с этим разберусь. Одному человеку я могу туда зарядить. Так, это овечьи деревья? Не понял. Скорее сюда. Так, тут травница. А где овечница-то? Молчи и чак. Это травница. Где-то там овечница. Или козятница. Почему козятница? Я же косту свожу или овец? Я же овец свожу. Почему козятница сидит? Стой, стой, стой. А, их надо. Так. Ну, это же бяшки. Давай меняться. Так, шерсть. Есть шерсть. Железный топор. Пум. Шерсть. Полторашка. У меня столько есть. Я взял всю шерсть. Дубай, конечно. Осел, мы быстро. Я, похоже, выкинул больше денег, чем рассчитывал. У меня за топору дали мне 700. А я полторашку выкинул. Ну, не страшно. Налоги заплачены. Следующий налогик отдам. Весной, по-моему, платите. Все нормально. Ну, в принципе, да. Так, сейчас царский квест поведю и буду думать, наверное, на завершение игры. Потому что... Когда ничего не происходит, скучно. У нас что-то происходило, надо какие-то препятствия преодолевать. Хорошо, что-то такое. Просто в игре просто сидишь и ждешь, пока одень, там учиться. Как-то фигу. Реально что-то интересно. Новые геймплейные я вряд ли встречу. Потому что у меня есть все производства. Самая огромная деревня у меня. Собственно, это уже город. Моя феодальная жизнь исключает охоту. Это не нужно. У меня это мясо просто валом. Я сам ничего не добываю. У меня есть христиане для этого. Да, я им помогаю что-то делать. Но в целом, они довольно-таки на самом обеспечении. Ну да, я строю дома. Но опять же, мне кажется, если я посажу мужика в ремонтный домик, посажу крестьянина, мне кажется, я смогу начинать дома, а он их будет достраивать. У меня такое ощущение. Ох ты, пусагорда. Красиво. Откуда у меня вынесло? Ну-ка, ну-ка. Молчи. И шарю. Так, ну чего. Я сейчас сам гордо жахнув, что стянули ткани за дошерстью. Прикуплю. Потому что мой ткач, он долго не ковыряться. Пускай он там. Там лен сделали, выпускает соленом узится. Ой, два лисоруба хреначат. Даже пасеку есть. Че вот еще надо, да? Да, я не все дома перегнал в каменные. Несколько домов есть. Ну, в принципе, да. Это занятие, но такое себе. Так, расседлать. Седельная сумка. Седлование. Так, нормально. А, едова, да? Просто царских квест я еще ни разу не выполнил. В прошлый раз у меня царство посланника куда-то сгинуло. А потом все закончилось. Ну, тут немножко денег не осталось. Домов таких неблагополучных. Ну, ладно. Может, кто и там. 13 всего шерсти будет. Что нити. Ай-яй-яй. То есть я сутку шерсти купил от фигня. Это мало. По 8. 8 шерсти на одну нить. Охренеть. Ну, ладно. Ну, давай, ткань делай. Я пока посмотрю. Так, давайте сначала посмотрим, что у меня тут. Что у меня нету. Шляпами закончено, с сапогами закончено. Давайте, не знаю. Простая накидка. Простая накидка. Накидка. Простая накидка. Шерстяная ткань. Блин. Ок. 5. Надо 10 накидок. 10 накидок. 20 кожи, 30 нить. Мужик. Ладно, не буду что-то спрашивать. 20 кожи. 30 нить это сильно. Пойду. Пойду смотреть, что со льном. А то можно же сам его обмолочу. И сам что-то из него сделаю. Сам не сделаешь. Ни-то не сделает. Ну, 30 нить, я уверен, тут нет. Пойду обмолочу. Где я ловлюсь? Пилен 288. Оп. Пойду обмолочу. И эти жопу ленивые ничего не сделают. А, нет, перегруза не надо. Ждем перегруза. Нет, они, конечно, работают. Ну, как-то взяла. Кыш! Кыш! А теперь пойду сам сприду. Новый уровень земледелия. Здорово. Это мне так надо. С какого-то момента мне вот эти навыки ручные уже вообще не нужны. Что же все крестьяне делают? Ну, что мне земледелия, а? Да, я там могу лучше все это окучивать. Зачем мне это? Так, если при задумке-то. Я ж правит. Нет, не надо. Че у вас здесь? Уже новый садит. Молодцы. Освободи место. Подвинься. Немного нити-то. Что я с ним делаю? Может, не обращаю внимания? Тебе кажется. Просто застрял в крайне. Давайте он воспользовался. Есть. Нить. А-а-а, шерстяная ткань. Ёлки. Все плохо. А-нет, не все плохо. Из одной нити, одна ткань. Это как раз неплохо. Все, бог суй. Ну, он телепортнер, я уверен. Я уверен, он сможет. Так. Блин, одну доделаю. Эх. Ну, че, все не так плохо. Я надеюсь, у меня шерсти хватит на меховые капюшоны. Угу. Я уйду. Надеюсь, что он телепортнер. Ну, в крайнем случае, я думаю, он на сон грядущий тоже точно телепортнер. Конечно, сволочь. Нет. Он работает, по-моему, даже сказал, вот так идет куда-то. А, у меня 5000 денег. Нормально. Так, готово. Меховой капюшон. Меховой капюшон. Шерстная ткань, опять-таки. И мех. Подвес шерстная ткань. Ну, я сделаю. А-х. Я один капюшон сделаю. Ну, как-нибудь. В конце концов, на стрягу в той деревне еще шерсть. Я схожу еще куплю. Сделаю этот царский заказ. Значит, что интересно, линонить-то мне не нужна, уже получается. Ну, подвешусь. Блин, 8 шерсти, 1 нить. А у меня сколько там с двух этих ягнят несчастных? Шерсть-то собираю, по-моему, немного. Точно покупать придется. О, Витя уселся, молодец. Фигачек. Я, конечно, могу капюшонов, но попробуйте. Ладно. Стебельно осталось, чтобы шерсть осталась. Шерстная ткань осталась. Ну, ладно. Ткань могу сюда положить. Так. Шерсть туда положу. С льном все. Все, льна в этом году не будет. Так. Что по шерсти-то? Оруда еще пришла. Кожа. Льна, ткань. Перо. Всякая солома. Шерсть. Пять шерсти. Ну, блин, копейки. Копейки. Ну, ткач справится. Что им съем? Груша. Кстати, ее нельзя продать. Грушу. Это хреново. Медовые соты. Макомор мяса. Рагу есть. Это прекрасно. А мне, прежде чем мясо брать. Не ходит на рагу. Ладно, я и мясо питаю. Что, я рыбу могу питаться? Я такой непривередливый феодал. Ну, вот и фигли. И что феодалу делать? Ну, собственно, вот. Че мог сделал, а дальше мне заняться реально нечем. Ну, камень, допустим. Пойдут, достроивают хибару. Она не нужна, хибару, но... Ну, пусть будет. На, у меня опять камень не хватит. Немножко. Вот, знаете, все. А, одна у них. Все, построено. И чего? Общий, да? Общий. Склад общий. Прекрасно. Ну, как-то вот. Построено. Так, все работают. Все пашут. Навыки. Мастер землетелем. Ну, вот это хотя. Вот садовник. Больше урожаю садов, если я сам что-то там делаю или что. Вот и всадник. Он встает медленнее. Больше. Пускай больше перевозит. Мне это нужнее. Так. Из декрета никто не вышел. Еще одна собирается в декрет. Так. Бернадетта. Посмотри, сколько вот в этом году наплодилось детей. Кошмар. Так, ладно. Тут что? Охота. Что с охотой? Что-то нам не хватает. Наверное, фигня. Все нормально. Ну, собственно, и вот. Вот тут бы я и прилег уже. Что мне до конца дня дождать? Стоп, это не мой дом. Но я, увы, не могу. Два часа. Ну, игровых. А до этого день и два часа. То есть тут прям жестко это все задано. Возможно, тут есть какие-то настройки. Настройка игры. Вот. Подати. Неинтересно. Множитель опыта, репутация династии. Вот это может быть. Давайте поднимем умножитель репутации династии. Допустим, вот так. Пусть повышается. Так, что там? Где-то галочку поставил. Нет? Хранить выброшенное. Не надо хранить выброшенное. Вот. Мне-то за опыт дадут больше, наверное, за эту фига тень. 1200. Ну, вот как-то так. Потому что, ну, блин, бедастая репутация. Я не скажу, что прям вот меня так тянет по читерствовать. Но. Просто сидеть ждать я тоже не хочу. Это неинтересно. Как вы видите, у меня в деревне не так все прекрасно. Не бедствуют вообще. Никоим боком. Ничего не пишет. Будем смотреть. Но деревья размножаются исключительно саженцами. Вот эта фигня тоже мне ляжет чем-то таким. То есть, меня надо будет на все поле купить. Так. Ну, не все поля уходят в зиму. С пахнули мне. А это что у меня? Это у меня, по-моему, лето, да? Еще осень. Видите. Ну, видите, они бедушные. Рожь. Ну, капуста, понятно. Ряд скучаюсь. Но этому амбару не будут никаких занятий давать. Тут полевые работники. Если им ничего не надо делать, все прекрасно. А что им надо делать? Мешочки, я помню, есть на складе. Я только что видел. Все хорошо. А вообще, часы бы не помешали, на самом деле. Ну, ладно. Часов нет и нет. Так. Что мне может быть нужно? Мне, наверное, нужен будет мужик, который чинит дома. Только вот большой вопрос, откуда я его сниму. Ну, с охоты могу снять, наверное. Я, по-моему, так хоть не нахожусь. Просто на рыбу... Ой, рыбы. А смотрите. А, нет, мясо есть. Мясо у меня реально просто гора. Так, ну хорошо. Надеюсь, там бревны есть. Где-нибудь тут... Сейчас, горячим. Постройки. Хранилища нет. Услуги, наверное. Такая вот не мудрячая хижина строителя. Вот этот с фундаментом неожиданный был ход. Ну, кого-нибудь я туда припашу. Может, не сомневаться. Но он, похоже, сильно будет из камня. Если я вот делаю из камня, а он деревянный вообще-то. Препятствия, это я. Веток нет. Обалдеть. То есть она такая, она не каменная, она фуфлэжная. Хороша. А, ветка. Веток тут дожжем. У меня молоток скоро кончится. Да колоти ты. Ух ты ты. Шипит. Солома. Солома вроде была, но немного. Ну, надергаю. Молоток кончается. Я всем, может, даже железный молоток сделал, но это надо купить рецепт, а главное, молотки нужны так, ну, не часто. Поэтому я вот до сих пор, да я даже медный себе не делал. Я где-то медный находил, но я его не делал. Ну, и так нормально. Ну, сделал его, и он мне на несколько домов хватит. Ну, нафига мне медный, железный? Понятно, что им износа нет. Необходимость им никто же. Так, что там в слове солома-то? На каждую что-то? Непонятно, ну ладно. Сейчас разберемся. Не, так в принципе занятие есть, да? Но, как подумаешь, сколько нужно времени, чтобы дети выросли? Охренеть. А, ну, у меня солома-то до хрена. Ну, так вроде, да, день прошло, а чем-то занят. Ну, что произошло? Ничего. Не зря я четыре бревна взял. Тут половина крыши показывалась. Так, запыхался. Вот кого я сюда посажу, я не знаю. Можно шахту одного человека снять. Шахта... Шахта, она как бы... Руды слишком много дает. Кузнец не справляется. С другой стороны, много руды, это сшибись. Много, не мало. Ну, в общем, я подумаю. Сидят постепенно, зараза. Ну, что там, все, можно перематывать. В общем, я надеюсь, что уже можно. О, первый раз убирается в хате. За все... Ну, сколько-то лет. Следующий день погнали. Ну, все нормально, видите, вскочило. Неких квестов. Так что на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.